Добрый день, уважаемые коллеги! Несмотря на 1 апреля, я буду освещать правдивые моменты в лечении акромегалии, основываясь на принципах доказательной медицины. Итак, всем известно, что акромегалия – это хроническое заболевание, в подавляющем большинстве случаев вызванное соматотропиномой, опухолей гипофиза и вызывающее хроническую гиперсекрецию гормона роста и инсулиноподобного ростового фактора 1. Практически нет ни одного органа в организме человека, который не поражается этим коварным заболеванием. Это не только внешние проявления, но и изменения внутренних органов, и длительно текущее заболевание приводит к развитию и сахарного диабета, и артериальной гипертензии, и артритов, и все это приводит, конечно, к высокой дуалитизации пациентов. Если заболевание манифестирует у молодых пациентов, когда зона роста еще не закрыта, это проявляется гигантизмом. Если заболевание вызывается у взрослого человека, то это проявляется акромегалией. И, конечно, на слайде такие типичные яркие клинические проявления акромегалии. Именно такого пациента, конечно, ни один эндокринолог не пройдет мимо и поставит диагноз даже по внешним клиническим признакам. Вот, например, молодая девушка, которая в 26 лет попала к нам уже с акромегалией. Скорее всего, конечно, акромегалия развелась здесь в период от 20 до 26 лет. Но, тем не менее, в настоящее время мы все чаще сталкиваемся с отсутствием клинических проявлений акромегалии. Вот молодая девушка, у которой, в общем-то, невозможно практически по внешнему виду заподозрить акромегалию. И алгоритм диагностический другой. Девушка жаловалась на периодические головные боли. Ей было проведено МРТ-исследование головного мозга, выявлено опухоль гипофиза уже впоследствии. После МРТ проведено гормональный анализ крови, который выявил у пациентки акромегалию. И в настоящее время даже введен такой термин, как микромегалия. Это вариант мягкой акромегалии, когда есть умеренное повышение инсулиноподобного ростового фактора и в сочетании с нормальным среднесуточным уровнем СТГ, или даже у половины пациентов имеется подавление СТГ в ходе орально-глюкозно-толерантного теста менее 1 нанограмм на миллилитр. И в настоящее время частота микромегалии возрастает. Кроме того, мы сталкиваемся с такими пациентами, когда мы раньше не послали пациента на исследование инсулиноподобного ростового фактора 1, у которого не было каких-то клинических проявлений акромегалии. К нам приходил пациент с клиникой гиперпролактиномии. Мы назначали кабергалин, был хороший эффект, нормализовывался пролактин, если это девушка, восстанавливался менструальный цикл. И мы длительно наблюдаем пациента на МРТ, либо отсутствие роста опухоли, либо уменьшение размера опухоли. Но у некоторых пациентов все равно продолжает развиваться акромегалия. То есть изначально эта опухоль была смешанной, изначально эта опухоль была СТГ-пролактин-секретирующая, но из-за минимальных проявлений она была недиагностирована. И, конечно, тем пациентам, которые длительно получают кабергалин и с хорошим эффектом, мы все равно рекомендуем исследование, периодически, хотя бы однократно исследование инсулиноподобного ростового фактора. Поэтому в настоящее время, согласно российским клиническим рекомендациям, всем пациентам, у которых выявлена опухоль гипофиза, независимо от ее размеров, это микроаденома или макроаденома, обязательно нужно исследовать три параметра, три гормона. Это пролактин, это инсулиноподобный ростового фактора 1 и проведение ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазона или кортизолосуточной мочи для исключения гиперкортицизма. Итак, диагностика акромегалии основывается на определении инсулиноподобного ростового фактора, который вырабатывается в печени, и стандартом является исследование СТГ в ходе проведения нагрузки с глюкозой. Если у пациента с сахарной диабет, ему противопоказано это исследование, но мы можем определять уровень СТГ в течение двух часов с интервалом в 30 минут. Это является альтернативой нагрузки глюкозы. Итак, последние клинические рекомендации по диагностике и лечению акромегалии, опубликованы в 2014 году. И согласно этим рекомендациям, кому показаны исследования инсулиноподобного ростового фактора 1? Это, конечно, пациенты, у которых есть типичные клинические проявления акромегалии. Но стоит отметить, что даже если нет типичных проявлений акромегалии, но у пациента есть несколько из перечисленных симптомов, либо это синдром ночного апноэ, либо это сахарный диабет второго типа, карпальный синдром, гипергитроз, гипертензия и артрит, этим пациентам также показаны обязательные исследования инсулиноподобного ростового фактора 1. Следующая рекомендация – это, как я уже сказала, для исключения акромегалии. У пациентов впервые выявлены опухоли гипофиза. В настоящее время СТГ не рекомендуется назначать рутинно всем пациентам, потому что мы знаем, что его уровни очень вариабельны у здоровых людей, у пациентов с акромегалией. И поэтому только у тех пациентов, у которых мы выявили повышенный уровень инсулиноподобного ростового фактора 1, рекомендуется исследование проведения пробы с нагрузкой глюкозы и исследование СТГ в ходе этой пробы. Итак, в настоящее время все-таки критерии меняются, и они будут меняться. Но в настоящее, согласно последним клиническим рекомендациям, все-таки критерием акромегалии является наименьший уровень или уровень надира СТГ в ходе орально-глюкозы толерантного теста больше 1 нанограмм на миллилитр и повышенный уровень инсулиноподобного ростового фактора для данного пола и возраста. Хотя в настоящее время даже рассматриваются критерии анализа в зависимости от индекса массы тела. Итак, лечение акромегалии. Вот три наших победителя. На первом, на пьедестале, конечно, это хирургический метод лечения, который является основным, главным, позволяет вылечить пациента с минимальными осложнениями. На втором месте при неэффективности или противопоказаниях к хирургии это медикаментозное лечение и лучевые методы лечения только при неэффективности и невозможности проведения двух первых методов. Опять же, согласно последнему консенсусу, самым первым этапом должно быть проведено трансфеноидальное хирургическое вмешательство большинству пациентов, и только при отсутствии ремиссии назначается медикаментозная терапия. Если у пациента есть противопоказания к операции или предоперационная подготовка, о чём я тоже скажу позже, это далеко не всем пациентам нужна эта предоперационная подготовка, мы можем назначать медикаментозное лечение перед операцией. Итак, эндоскопическая динозальная хирургия, в общем-то, обладает высокой эффективностью, это однократная стоимость, это крайне низкая смертность инвалидизации, и, в общем-то, пациенты, да, вот вид пациента уже в первые сутки после операции, через 3-4 дня он уже выписывается, и, в общем-то, да, при хорошем исходе, это уже здоровый человек с ремиссией акромегалии. Однако успех хирургии не всегда так хорош и зависит, ну, конечно, в первую очередь от опыта хирурга, да, считается, что опытным хирургом является хирург, который оперирует более 50 операций в год, наличие современных эндоскопических установок, а также размер и характер опухоли. Понятно, что чем опухоль больше, и тем более она обладает инфильтративным ростом, тем сложнее удалить аденому, и в таких случаях может оставаться остатки опухоли, да, вот пример, если опухоль микроаденома и эндосилярная аденома, то эффективность хирургического лечения крайне высока, это 80-90%, если это, конечно, макроаденома, тем более врастающая в кавернозный синус, то эффективность, да, не более 50% в случае. Даже у тех пациентов, у которых мы априори понимаем, что нельзя удалить радикальную опухоль, и остаток опухоли останется, тем не менее этим пациентам показано хирургическое лечение для уменьшения объема опухоли, потому что в настоящее время есть данные, показывающие, чем меньше объем опухоли, тем лучше ответ для последующей медикаментозной терапии. Итак, кому мы назначаем предоперационное лечение? С одной стороны, мы знаем, что у нас есть хороший препарат, аналоги с аматостатином, которые могут приводить к уменьшению размеров опухоли. Казалось бы, мы дадим эти препараты до операции, и это повысит улучшить радикальность операции, убрать полностью опухоль, когда она уменьшится на фоне лечения. Однако в настоящее время это не так, и не получено различий в радикальности удаления у пациентов, которые получали аналоги с аматостатином до операции, или которые не получали ее. Поэтому в настоящее время не рекомендуется рутинно назначать всем пациентам с акромегалией аналоги с аматостатином в предоперационном периоде. Рекомендуется это та терапия только у пациентов с тяжелыми соматическими осложнениями, в первую очередь тяжелое поражение с речесосудистой системой и тяжелой степени апноэ для того, чтобы минимизировать хирургические риски. Итак, лекарственная терапия в настоящее время три группы препаратов. Это леганды рецепторов с аматостатина, это агонисты дофаминовых рецепторов, эти две группы влияют непосредственно на опухоль гипофиза, и антагонисты рецепторов гормона роста, это гисамант, который обладает периферическим действием, блокируя действия гормона роста на периферии, не обладая влиянием на опухоль гипофиза. Леганды рецепторов выделяют сейчас уже две генерации. Первая генерация, которой мы активно пользуемся, это препараты актериатит и лонариатит, и препарат пассериатит, который у нас не зарегистрирован, с высоким аффинитетом уже в четырем из пяти рецепторов, но доказана высокая частота гипергликемии у этого препарата. Кабергалин в лечении акромегалии. В ходе метаанализа было показано, что этот препарат может быть эффективен практически у 35% больных. Но условием его применения является умеренное повышение инсулиноподобного ростового фактора 1. Мы можем давать этот препарат на несколько месяцев, оценить его эффект, и если препарат, если снижается инсулиноподобный фактор роста, мы продолжаем терапию, если нет, то мы уже переходим к другим препаратам. И, конечно, наиболее эффективен этот препарат при наличии смешанной СТГ-пролактино-секретирующей опухоли. Вот молодой человек, который поступил с гигантской опухолью с гидроцефальной симптоматикой, поэтому было проведено ведрогулярное дренирование. И вот, несмотря на высокий уровень инсулиноподобного ростового фактора, 975, был назначен кабергалин, и был хороший эффект, отказались от хирургического лечения, и через 4 месяца уменьшение опухоли и нормализация не только пролактина, но и инсулиноподобного ростового фактора 1. Итак, перспективы медикаментозной терапии в настоящее время разрабатываются и проходят различные стадии клинических исследований, в том числе третья стадия клинического исследования, например, препарат Акстриолин. Это препараты, которые применяются для перорального, для интерназального метода применения, и, конечно, мы надеемся, что это поможет нам и улучшит качество жизни наших пациентов. Консенсус именно по медикаментозному лечению акромегалид также был опубликован в 2014 году, и согласно этому консенсусу первой линией терапии являются аналоги самоцетатина и кабергалин, как я уже сказала, если инсулиноподобный ростовой фактор не выше, чем в два раза от верхней границы нормы. И только у тех пациентов, у которых нет ответа, мы должны уже применять различные комбинации препаратов, которых у нас, к сожалению, пока нет. Итак, аналоги самоцетатина являются действительно препаратами первой линии, они улучшают состояние больного, уменьшается головная боль, слабость, потливость, уменьшаются боли в суставах, они приводят к нормализации гормона роста инсулиноподобного ростового фактора у 55% больных и уменьшают размер опухоли у 53% больных. И в 2016 году опубликована статья, касающаяся опроса американских эндокринологов, какие препараты они все-таки предлагают своим пациентам в качестве выбора, несмотря на то, что спектр тех препаратов, которые они обладают, гораздо выше, чем у нас, все равно препаратами выбора является монотерапия актериатидом или лонреатидом. И в России мы используем российский препарат, один из используемых препаратов, это препарат актериатид лонг компании Натива, который выпускается в виде 10-20-30 мг для внутримышечного введения один раз в 28 дней, и тетрование дозы проводится под контролем инсулиноподобного ростового фактора 1. Еще раз я хочу сказать, место применения этого препарата. В первую очередь, после нерадикального удаления аденомогипофиза, если у пациента есть наличие противопоказания к хирургии, в редких случаях, как альтернатива хирургическому лечению, но если пациент сам хочет, сам, наверное, покупает препарат, но может, если у него есть чувствительность, принимать его. И, конечно, если как подготовка к операции у больных с тяжелыми поражениями, с соматическими поражениями. Кроме того, препарат еще выпускается и в виде коротких форм, что очень удобно. Место радиотерапии и радиохирургии в лечении акромегалии. Ну вот на слайде те установки, которые есть в нашем институте. Наш институт сейчас получил новое название Национальный научно-практический центр нейрохирургии. И все эти установки, в общем-то, применяются в лечении акромегалии. Но, тем не менее, еще раз повторюсь, это последний метод у тех пациентов, у которых не радикально удалена опухоль, или есть неэффективность, непереносимость или невозможность приема медикаментозной терапии. И, несмотря на, в общем-то, мы видим хороший контроль опухолевого роста, у пациентов он может быть достигнут мы видим порядка 80-100% случаев при радиотерапии. И, в общем-то, процент ремиссии достаточно высокий. Но недостатком является очень большая длительность достижения ремиссии. И, кроме того, риск осложнений есть. И если уже, да, мы обладаем научными исследованиями по радиотерапии в течение 100 лет, и мы видим, что все-таки риск гипопитаризма высокий, то при радиохирургических методах лечения в настоящее время пока данных не полученных об осложнениях, поэтому говорить о большей безопасности пока этого метода мы тоже не можем. Итак, так как мы говорим, что это достаточно длительно, отсроченное наступление ремиссии, поэтому у пациентов, у которых проведено лучевое лечение, им рекомендовано продолжить аналоги с самоцетатином и целесообразно раз в год пробовать отменять препарат с целью мониторинга эффективности лечения. Если мы видим нормализацию инсулиноподобного ростового фактора, мы можем, соответственно, отменять препарат. И, учитывая высокий риск гипопитаризма, необходимо ежегодно контролировать функцию гипофиза для исключения гипопитарных нарушений. Итак, лечением макромегалии, конечно, должна заниматься мультидисциплинарная команда. Это нейрохирург, нейроэндокринолог, нейрорадиолог и нейрорентгенолог. Мы знаем, что сейчас мы можем уже прогнозировать чувствительность канала гомосомоцитатина по сигналу в Т2-обзвешенных изображениях. Это, конечно, и окулисты, и должны быть специально обученные среднемедицинские персоналы, которые знают, как работать с пациентами, с гипофизарными пациентами. Это и патоморфологи, потому что сейчас знание о морфологии опухоли позволяет нам в дальнейшем прогнозировать наше лечение. Это и экспрессия сомоцитатиновых рецепторов, это и КИС-67, и другие маркеры, исследования которых поможет все-таки выбрать правильную тактику лечения. И спасибо большое за внимание с 1 апреля.